Ставропольский край И какие еще открытия совершены на территории Северного Кавказа, потому что мы не можем рассматривать Северный Кавказ отдельно от Ставропольского края и наоборот. Это актуальное интервью. Сегодня говорим об археологии. Мои гости. Ольга Брилева, специалист по охране объектов культурного наследия, Красный музей Востока, правильно? И Светлана Кравцова, заводил археологию Ставропольского музея имени Права, Калиеведческого музея. Здравствуйте. Давайте с самого главного начнем. Что открыли, что нашли. Как правильно вообще говорить? Нашли, открыли, раскопали. Давайте в терминах определимся. Это, собственно говоря, не важно. Нашли, открыли, исследовали. Что нашли, открыли в прошлом году, исследовали на территории именно пока Ставрополье? Да, конечно. 2019 год – это год столетия отечественной археологии официальной. И этому событию посвящено было несколько конференций и научных изданий как в Санкт-Петербурге, в Институте истории и материальной культуры, так и в Москве, в Институте археологии Российской академии наук. И в рамках тех докладов, которые были сделаны на этой конференции, часто фигурировал Кавказ. И о том, как прославился Кавказ в археологических открытиях России, мы вам сегодня тоже расскажем. Давайте все-таки со Ставрополя начнем, потому что у нас уже было известно, что было несколько крупных находок. Давайте напомним. Говоря о том, как Институт археологии подготовился к этому юбилейному году, сделав особый акцент на охранных раскопках, спасательных раскопках, вот мы с вами начнем разговор, пожалуй, с таких охранных раскопок, которые проводились на территории города Ставрополя. На территории хорошо знакомого нам памятника сегодня, я думаю, нет ни одного жителя города Ставрополя, который не знает об этом памятнике. Это Грушевское городище. На территории Грушевского городища есть несколько объектов. Это само городище с цитаделью, это территория поселения и, конечно, территория могильника. Памятник очень давно не раскапывали, начиная, наверное, с 80-х годов. И вот следующие раскопки уже произошли в 2000-е. Первый – это 2015-й год раскопки, затем это 2018-й год и вот 2019-й, итоги которого мы сегодня немного осветим. Археологические изыскания ввели о наследие, возглавлял работу специалист наследия Владимир Иванович Руденко. Им были исследованы достаточно большие площади, это 10 тысяч метров на 10 тысяч метров, очень большой раскоп был проделан. Все погребения, которые были найдены на этой территории, к сожалению, разграблены. Но много есть интересных, может быть, нехарактерных для культуры открытий в этих погребениях. Ну, что значит «нехарактерных»? Ну, во-первых, мы говорим о кубанской археологической культуре. Это автохтонное население с прекрасным развитым земледелием, с не менее развитым ремеслом и домашним или придомным скотоводством. Но это период еще и с киевского времени. То есть датировка памятника у нас достаточно широкая, это VII-IV века до н.э. И вот, исходя из того, что мы знаем, что в определенный период, а именно в VII век сюда приходят кочевники воинственные, которых мы знаем под этническим именем скифы, и их завоевательная часть, завершившись, предполагает некую инкорпорированную историю местного населения в свою культурную традицию. А, соответственно, мы знаем о том, что, собственно, знаем из писеменных источников и из археологических источников, что местное население мужское входит в совместные военные походы на территории, например, Передней Азии. Ну и вообще совершаются военные походы. Соответственно, влияние военной структуры скифов предполагается и на местное население. Понимаем, что можно ожидать воинских захоронений достаточно много, как это случается на других памятниках кобынской культуры. А в данном случае в основном погребения очень мирные. Все, что мы находим в качестве погребального инвентаря с умершими, в традиционной погребальной конструкции, то есть это каменные ящики, и положение умершего эмбриональное. Очень характерный набор предметов. Что это? Это бронзовые изделия, прекрасные бронзы, украшения, булавки, различные подвески. Очень много изделий из стекла, то есть это бусины всевозможные, каменные изделия. Но каких-то воинских захоронений нет. Это местное население, земледельческое население. Все, что мы видим, говорит о том, что они мирно занимаются земледельческим трудом. Меня удивляет, сейчас вы говорите, что проводились раскопки, вот сейчас, в 21 веке, и до сих пор что-то можно найти. Как так? При том, что даже памятники разграблены. Да, находят. Какой-то культурный слой-то? Достаточно хороший культурный слой, мощный культурный слой, но это же погребение, вы понимаете, что все находки, они, как правило, на полу находятся. Нет, они не на возвышенности, они на горизонтальной поверхности располагаются, на погребальном полу. Плюс сюда же добавим еще одно захоронение найденное. Это как раз сохранение струпа сожжения. Ольга Александровна, вот это я понимаю, археолог практикующий, да? Вот такой, больше полевой, какие они вообще бывают археологи? Есть кабинетные теоретические археологи, которые изучают, они считают, что накопа на сегодняшний день уже достаточно много, и дай бог осознать, что нашли за все эти годы исследователи, которые копают постоянно, публикуют отчеты, и дальше аналитической работой редко занимаются. Есть археологи-практикующие, которые выезжают в поле, это их работа, это их заработок, и работают в основном на новостройках. Такие археологи редко находят время для больших теоретических работ, аналитических, которые бы объясняли все то, что они нашли. Но есть люди, которые пытаются баланс держать между этими двумя состояниями археологов, и пытаться опубликовать достойно то, что они нашли, и вести в исторический контекст. Такие тоже археологи есть, их немного, они ценятся, известные их фамилии многим. – Вам есть чем гордиться за последнее время? Может быть, за минувший год как раз кто-то такое нашли? – За минувший год я не проводила раскопок, но в отделе «Татарского городища», где я работаю, провела была одна интересная работа, в конце марта от Министерства культуры Ставропольского края поступило письмо с предложением принять участие в конкурсе культурных ландшафтов Эмилины Меркурии, проводящегося под эгидой ЮНЕСКО. И отдел «Татарского городища» откликнулся. Мы подали заявку, там заявку нужно было подавать на английском языке, и окончание срока наступало через две недели после того, как мы узнали о том, что этот конкурс будет. В конечном итоге, как потом оказалась наша заявка, оказалась единственной от России. И «Татарское городище» представляла Россию в конкурсе культурных ландшафтов Эмилины Меркурии, проводящегося в Греции. Выиграла не «Татарское городище», но на адрес министра Ставропольского края и директора Ставропольского музея поступило письмо от Комитета ЮНЕСКО в России и от заместителя директора Комитета ЮНЕСКО международного, где отмечался особый вклад в развитие культурных ландшафтов планеты именно «Татарского городища». И указывалось, что Комитет ЮНЕСКО был бы рад сотрудничать с нами в дальнейшем. В планах Ставропольского музея есть идея составить и подать номинационное досье и сделать памятник «Татарское городище» объектом культурного наследия под эгидой ЮНЕСКО. – Шансы на это есть? Или этого нужно сделать? – Алгоритм действия абсолютно ясен. Дело в том, что несколько лет назад Владимир Владимирович Путин посмотрел на карту объектов ЮНЕСКО мировую и увидел, что Россия на ней терра инкогнито. И было создано специальное распоряжение, по которому было отдано распоряжение выделить, найти на территории России объекты, которые потенциально могли бы быть интересны, ЮНЕСКО, и провести с ними работу. Есть институт наследия на Берсеневской набережной в Москве, который ведет эту работу. Мы с ними сотрудничаем. Можно сейчас... Мы составили часть документации уже, ее нужно подавать на английском. Эти работы ведутся, и необходимо на них и финансирование, хоть небольшое, но оно нужно. И мы составили выдающуюся универсальную ценность для татарского городища. Нужно составить еще номинационное досье и провести экспертизу. Это набор документов, который нужен, чтобы в предварительный список ЮНЕСКО от России татарское городище попало. Для тех, кто... Например, я просто знаю, что там оно есть, это городище, там какой-то вот ров, там где-то башня была, вот так, ну, просто мимо проходил. Что это такое? Что за городище? В чем, кто там был, когда, и может ли там что-то еще найти до сих пор? Там один из... Дело в том, что объем городища 240 гектар. Оно огромно по размерам, и все оно окружено фортификационными объектами. И для Предкавказья это уникальный фортификационный объект фортификации, еще не до конца понятый даже. И его стоит изучать, вот этим летом уже будут вестись работы топографов. На сегодняшний день есть два топоплана городища. Вот будет составляться третий уточненный, потому что вот все время что-то находится, уточняются, какие-то новые башни находятся, новые проходы, которые трактуются уже иначе архитекторами, которые анализируют фортификацию городища. И если говорить в целом о городище, то там есть несколько культурных слоев. Есть Кубанский период, самый ранний, известный на сегодняшний момент, в основном там VI-IV век до нашей эры идет памятники, слой. И связано с ним синхронное погребальное склеповое сооружение, известное. Есть сарматские склеповые сооружения, и слой культурный, связанный с сарматами. И после небольшого... Это получается рубеж веков, I-II века нашей эры. Потом получается, что на протяжении нескольких столетий никто на татарском городище не жил. Во всяком случае, до VIII века, вот с I-II веков нашей эры, по VIII век нашей эры, хиатус, то есть пустота, мы не видим там археологических памятников, археологических слоев. А потом внезапно приходят какие-то люди и строят огромную фортификационную систему, которая и является уникальной. И эти люди, связанные с Салтово-Маяцкой археологической культурой, проводили ДНК погребенных, не на татарском городище найденных, там еще не нашли погребальный комплекс этого периода, а просто памятники Салтово-Маяцкой культуры, вот в рамках ее. И получалось, что нельзя выделить конкретно, с кем связаны эти люди, с Саланами или с Хазарами. Они могут быть связаны с теми и с другими. И при этом в Ростовской области памятники фортификационной Салтово-Маяцкой культуры исследовались, и там в Валах нашли византийскую плинфу. На основании этого Афанасьев, сотрудник Института археологии, предположил, что фортификацией городей Салтово-Маяцкой культуры занимались византийские мастера. То есть из Византии были приглашены специалисты, которые выстраивали эту всю фортификацию на территории Северного Кавказа, и уже там в дальнейшем жили хазары или аланы. Вот вопрос такой, да? Там вот прям стены, башни и рвы. Да. Вот как, не знаю, как из Средневековой, если можно представить. Ну, это и из Средневековой, да. Ну, вот прям вот как в Европе, да? Да. Другие замков ты не видел никогда? Да. И вот это у нас... Хорошо, 240 гектаров, это там, не знаю, вот, если представить, где оно начинается и где это заканчивается, там же антропогенный фактор, там все распахано, там лесополосы. Как это находите? Это исключительно заслуга Николая Анатольевича Ханько, который смог отстоять в свое время эти территории. В конце, во второй половине 80-х территории ровные участки на татарском городище были отданы под распашку, хотя городище было известно и ранее, и Минаева, сотрудник музея Ставропольского водила, своих учеников на это городище раньше, и про зрителей этот памятник открыл и описал в свое время первым. Но как-то это не помешало администрации, городу в свое время выделить дачи на территории известного памятника. И благодаря Николаю Анатольевичу Ханько ему удалось отстоять эти территории. Дачи уже с фундаментами выротыми были, было решено оставить эту территорию. И в течение нескольких лет он добился того, что памятник Татарское городище стал памятником федерального значения. И это спасло эти 240 гектар, который на сегодняшний день окружает город, от застройки. И сегодня есть документ, подтверждающий границы памятника, которые нельзя нарушать застройкой. И эта территория охраняется. И надо отметить, что эта ситуация довольно редкая, потому что буквально в декабре был круглый стол, посвященный городищам Восточной Европы в Институте археологии. И археологи все как один отмечали, что туристических троп нет, информационных стендов нет, территория запахивается, границы памятников неизвестны. Вся эта работа для Татарского городища проведена. И слушая доклады остальных участников семинара, было видно, что Татарское городище находится в одном из лучших положений, наверное, сегодня в России. Вопрос к музею. Вот я, например, не понимаю, зачем там туда водить туристов, они же там все затопчут, да? Это первое. Тогда вот если я не прав, то возразите мне. И если все-таки это делать с каким-нибудь объектом, то что там нужно сделать, чтобы сюда привлекать туристов? Это необходимо делать музейным объектом, безусловно, потому что это же достояние народа. Люди должны ходить и смотреть, несмотря на то, что это памятник археологии, его нужно консервировать и объекты, возможные для консервации, создавать. И это будет делаться. Уже первые шаги сделаны. И вы, наверное, знаете, что уже есть первые тропы, поставлены первые щиты. Но вот то, что только что проговорила Ольга Александровна, то, что уже сделано для того, чтобы это городище отдавало свою информацию жителям города и туристам. Если туда просто прийти, как, я понимаю, посмотреть на щиты, но как понять, где что было? Информационные щиты вам помогут, потому что там информация есть с картами, с описанием объектов, вообще с информационной справкой о том, что это за памятник, и как человеку двигаться. Собственно, он может начать с любой стороны городища, в зависимости от того, с какой стороны он войдет. А где у него край вообще? Я понимаю, там в сторону Туртарки это все уходит, и потом под гору. Вы же знаете, видимо, о том, что, но я вам напомню, что памятник состоит из трех тоже объектов. То есть есть первое городище, второе городище, третье городище, и на самом деле это все вместе одно целое. Единый памятник. Я не знал, кстати, я не знал, правда. Теперь вы будете знать, Алексей. И между ними есть связь. Но больше всего исследовано и изучено у нас на сегодняшний день первое городище. И вот то, о чем вам рассказывала Ольга Александровна, о Валах, Рвах, о цитадели, о информационных счетах, они все находятся на первом городище. Все можно посмотреть. Мало того, можно воспользоваться экскурсионным обслуживанием. Позвонить в музей-заповедник и заказать себе экскурсию. И вам будет проведена экскурсия на пять часов. – Супер вообще. Что-нибудь там еще можно найти? Насколько оно не исследовано? – Пару лет назад была принята археологическая концепция развития татарского городища, в рамках которой планируется дальнейшее развитие троп. Есть правило, как разбивать туристические тропы на археологических объектах, так, чтобы это не разрушало археологию. И это все происходило в Содружестве без разрушения. В принципе, получается, что надо привлекать специалистов высокого уровня, которые работали с культурными ландшафтами и знают, как грамотно музеифицировать невыразительные объекты. Например, если обратиться к опыту Европы, то там, подойдя к какому-нибудь невыразительному фундаменту, ты увидишь на информационном щите, как его выстраивали, всю его историю, и тебе вдруг станет невероятно интереснее те камни невыразительные, которые лежат под ногами. У нас есть уже договоренности с такими сообществами российскими. Есть петербургская фирма, которая специализируется именно на создании музеификации культурных ландшафтов. Есть специальные фирмы, которые занимаются музеификацией раскопанных объектов. Это отдельный большой труд. Другие специалисты, конечно, это именно музейные специалисты, такого профиля туристического. Эта работа ведется музеем. То, что сделано на сегодняшний день, это малая толика. Конечно, сейчас человек без специальной подготовки заблудится. И, конечно, нужно брать сначала экскурсию, чтобы понять, что где. И потом уже будет понятно самому, куда пойти и что увидеть. И чем полюбоваться можно. Но для этого нужна большая фантазия сегодня. С точки зрения полюбоваться, может быть, есть какая-то возвышенность, с которой все вот это вот видно? Да, вот есть первый вход на татарское городище, где как раз валы, рвы и башни. И буквально в конце декабря мы видели прекрасную панораму. За стрижаментом был виден Эльбрус, а за хребтом Недриманным прекрасная панорама всего Кавказского хребта прослеживалась. Я к тому, что само городище, границы видны, не знаю, как это правильно сказать. Ну, вот рвы там понятно на входе, да? А вот что-то дальше, чтобы понять, что вот оно вот тут заканчивается. Или так сейчас так нельзя? Ну, у нас есть такие фотографии с квадрокоптера, я их принесла. С земли так не увидишь, конечно, всего городища. Оно слишком большое. И еще одна из интересных экспедиций, которая работает на территории Ставропольского края, которая занимается именно скифской археологией, это экспедиция московская, Московского государственного университета имени Ломоносова, кафедры археологии, института археологии в том числе. И она уже много лет исследует большой памятник, который называется «Новозаведенная 3». Хотя это Георгиевский район Ставропольского края, хотя памятник открыт уже давно. Владимир Гавриловна Петренко, человек, который открыл эти памятники, скифолог, археолог, кандидат исторических наук, она открыла памятники, такие как Краснознаменский, хорошо знакомый, уникальный памятник, скифской культуры, и вот Новозаведенский. И он имеет несколько этапов своего развития в изучении. То есть это Новозаведенная 1, но там всего один единственный курган, и Новозаведенная 2, а затем уже Новозаведенная 3. Если Новозаведенная 2 – это в основном скифская архаика, то есть это последняя треть седьмого века до нашей эры, то сегодняшняя экспедиция МГУ исследует памятник уже скифской классики. То есть это финал пятого, начало четвертого, середина четвертого века до нашей эры. Возглавляет археологические изыскания завкафедрой археологии МГУ Конторович Анатолий Робертович, и вот уже много лет они со студентами занимаются этими раскопками курганов. Плюс Институт археологии представляет также ученик Владимира Гавриловна, Маслов Владимир Евгеньевич. Каждый год они берут по 2 кургана, всего 9 курганов, но они их не по порядку исследовали, а по возможностям, скажем, которые имеет экспедиция. Курган третий достаточно крупный, по скифским меркам средний, то есть это 3 метра в высоту и приблизительно 30 метров в диаметре. А девятый курган, он небольшой, он за пахотным полем располагался, в отличие от третьего, и его не было видно глазом совершенно. И вот здесь включилась интуиция археологов, помимо их образования и опыта, они решили все-таки исследовать ту территорию, где предполагали возможный курган, и он дал прекрасные результаты. Помимо того, что все памятники разграблены, к сожалению, но они несут невероятно важную информацию. Самое главное, ключевое слово здесь – преемственность. Преемственность, в первую очередь, скифов, которые ставят свои уже классического периода памятники, сопрягаясь с теми, которые были бы поставлены параллельно, по диагонали, цепью такой же, в скифскую архаику, то есть со своими предыдущими. – То есть, если смотреть сверху, сейчас вот включаю обывателя, то там есть система, да? – Конечно, вы эту систему увидите непременно. Это можно посмотреть на топографических картах, это можно посмотреть на космоснимках. Эти все точки, цепи кургана прекрасно видны. Мало того, они располагаются особым образом. Скифы не случайно выбирали такую территорию, чтобы она была на возвышенности. То есть, это левый высокий берег реки Кумы, надпойменная терраса, и на этой террасе как раз располагались высокие скифские курганы. Вы знаете, что некоторые скифские курганы достигают 25-30 метров в высоту. – Это сейчас, раньше же они, наверное, были побольше. – Это вообще. То есть, сегодня, конечно, реже встречаются они такими высокими, потому что время. Дает о себе знать, безусловно, на насыпи и распашка регулярная этих памятников. Так вот, курган номер один, который был небольшим совершенно, он при всем том, что разграблен был, но дал уже сложившуюся тенденцию этого памятника, новозаведенная 3. В нем оказалась псевдоантропоморфная стела. Понятно, да, что такое псевдоантропоморфная? – Напоминающая человека. – Напоминающая человека, да. Вот то, как сообщают, с какой симбиозом, в каких отношениях находится местное население, уже мы говорили сегодня о комбинской археологической культуре. Это автохтонное население территории. И пришедшие сюда воины, кочевники, они находят общий язык между собой со временем, после завоевания. И, соответственно, это подневольное население. И, видимо, их подневольное состояние связано с тем, как разрушаются скифские курганы, с каким усердием они разбивают те же предметы из глины изготовленной, то есть сосуды. Иногда в мелкую крошку совершенно. – Эти находки, вот стрелы, колчанный набор, не знаю, где там можно увидеть, это забирают с собой в МГО, или археологи? – Археологи, конечно, забирают это с собой, не обрабатывают. – У них есть три года законных на исследование, на написание отчета, на написание публикаций различных. Вот сейчас они находятся в процессе изучения. А потом каждый археолог, как держатель открытого листа, имеет право передавать коллекцию в то государственное хранение, какое сочтет удобным ему. – Но пока он этого не сделает, ему новый открытый лист не дадут. – Совершенно верно. Но пока он этого не сделает, открытый лист он, разумеется, не получит. Поэтому большинство археологов очень торопятся к следующему сезону, точнее сказать, все археологи, уточним, торопятся к следующему сезону закончить все мероприятия, связанные с обработкой коллекции. Но я вам не договорила, что рядышком находилось еще одно дополнительное боковое захоронение, где было обнаружено пять взрослых, скелетов взрослых людей, женщин и одно детское, один детский скелет. С такой же точно корчагой, с прекрасной кружкой, которая точно также была найдена в центральном захоронении этого кургана, и такими же точно, типологически, наконечниками стрел. Так вот, предположительно, это захоронение той самой подневольной части населения, Кобанской археологической культуры, с пятью женщинами, одна из которых была очень знатная. Вот видите, и центральное захоронение женское, и боковое захоронение с женщинами и ребенком. И там, и там, наконечники стрел. Я бы вас еще долго слушал. Давайте просто обратимся к жителям Старокольского края. Просто позовем их в музей. Куда? На Татарское городище, например. Обязательно. На Татарское городище. Прекрасный выбор сделается. Можно точно также посмотреть коллекции, собранные в результате исследований полевых на территории Татарского городища, разными экспедициями в самом музее, в отделе археологии, в зале археологии. Милости просим. Спасибо вам большое. Видите, какой у нас Ставрополье не просто центр юга России, но еще и археологический и исторический центр юга России. Спасибо еще раз. Это было актуальное интервью. Алексей Форсиков. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok